МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Ирбис. В студии Владимир Чубенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ушли в онлайн. Жителей призывают подключаться к ЗУМ для участия в отчетных встречах Акимов перед населением. Руководитель облздрава обещает лично ответить на жалобы пациентов по Ватсап. Непорядок. Более ста протоколов выписали бизнесменам и КСК за снег и мусор. Художник-путешественник. Персональную выставку скетчей из разных уголков мира организовал экибастузец Адильжан Муса. Красота женщины особенно заметна в шикарной шубе. В магазине «Эталон Меха». Скидки до 50% на норковые шубы. Торгово-развлекательный центр «Баттермолл». Второй этаж. Рассрочка без процентов. Радио МС. Его безграничная любовь к легкой атлетике. Фанатам профессии остается и в 80 лет принципиальный. Я к халтуре никогда отношусь к категорическому форме. Должен делать человек то, что умеет, а не то, что он хочет. А вы умеете? Я проверил себя. Безвредных привычек. Когда чай попьешь, хорошо смотришь, да? Хорошо, весело. А когда водку пьешь, настроение не такое совершенно. Я не могу делать. А вы не пробовали, может быть, с огурцом соленым или с капустой? Нет, ну, нет. 54 года работы в институте, а он не оставил тренерскую деятельность. Секрет молодости. Вы не выглядите на 80 лет. А я, как бы вам сказать, не отдыхаю, я все равно движение. Человек когда будет жить, когда ему интересно жить. А если ему интересно жить, тогда все, это пресность. Педагогическая династия. Семьянин. Я требую, чтобы утром у меня был готов кофе или яичный. Нет, я и сам приготовлю. Сам приготовлю. Не пропустите в эту субботу в 20.00 заслуженный тренер Казахстана, почетный гражданин Павлодарской области, профессор Виктор Кольев. Поделится своим я. Костюмы, ведущим, предоставленные салоном мужской одежды «Ламберти». Новый детский сад на 280 мест планируют построить в Кинжиколе. Сейчас подыскивают участок. А в селах Байдала и Долгая в марте начнут проводить центральный водопровод. Сегодня об этом сообщили сельским жителям во время первой отчетной встречи. В каком формате организовали конференцию, расскажет Азиза Исабай. Отчетная встреча Акимов в этом году проходит дистанционно. Подключиться к зом-конференции может любой желающий. Чиновники говорят, также есть ссылки на прямые эфиры в соцсетях. Первая онлайн-беседа с жителями Кинжиколя. Людей интересовали такие вопросы, как водоснабжение, благоустройство и вывоз мусора. У нас внутри поселка на центральных улицах некуда выбрасывать мусор. В этом году будут ли установлены мусорные контейнеры? В этом году то спецмашины установят нам мусорные контейнеры. Установку начнут с двухэтажек и пятиэтажек. Потом уже дальше по всем остальным улицам. Работы по установке контейнеров начнут в марте. В марте начнется строительство центрального водопровода в селах Байдала и Долгая. Также в планах физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад на 280 мест в Кинжиколе. Мы знаем, что в Кинжиколе необходим детский садик. Сейчас мы подыскиваем землю для строительства дошкольного учреждения. Как только определим участок, приступим к разработке проектно-сметной документации. Всё это мы уже запланировали. Также местным жителям сообщили, для благоустройства пяти улиц в Кинжиколе разработали проектно-сметную документацию. Ремонт начнут, как только выделят деньги. Азиза Исаба, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». 21 тысячу тонн дизельного топлива на пассивную запросили в Павлодарской области. Заявку отправили в Минсельхоз. Цена пока не определена. Тем временем в регионе начали подготовку к весенним полевым работам. На полях проводится снегозадержание. Время экономического блока. Снегозадержание планируют провести на площади в 350 тысяч гектаров. Это ежегодное мероприятие для накопления влаги в почве и получения более высокой урожайности. Основные площади сосредоточены в пяти зерносеющих районах. Уже проведены работы на 210 тысячах гектарах. В прошлом году в это же время показатель был в два раза ниже. Кроме того, часть сельхозпроизводителей позаботились о влагосбережении еще осенью. При уборке на полях оставляют стерню, которая задерживает снег естественным путем. По жадким очесывателям это, конечно, инновационная технология. Они чисто не скашивают, а срывают, ну, с колоски только. Поэтому в таких районах, как Щербакты, Успенка, Беложелезинском, Узвертышском районах, Кочирых, вот в пяти районах, вот эти жадкие очесыватели у нас есть. Там более 49 тысяч гектар, вот это занимает, а стерневые кулисы мы их называем. Высота снежного покрова, по оперативным данным, 16 сантиметров. Это выше нормы. Впрочем, впереди еще февраль. Тем временем уже идут подготовительные работы по определению качества семян. В данное время у нас объявлен конкурс на проведение программы по 0.45, это определение сортовых качеств семян. Поэтому техническая спецификация уже сдано. И после этого уже будет, кто выиграет конкурс, он будет оказывать услуги по определению качества семян. Бесплатно. На посевную запросили 21 тысячу тонн удешевленного дизельного топлива. Отправили заявку в Минсельхоз. Это больше, чем прошлой весной. Тогда было 19,5 тысяч тонн. В сельхозведомстве считают, цена, скорее всего, не будет выше, чем в 2020-м. Ольга Шкрет, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». По данным Департамента статистики, на 1 января 2021-го количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в Павлодарской области по сравнению с аналогичным периодом увеличилось на 0,7% и составило 45,8 тысяч. При этом больше всего ИП, это больше 30 тысяч, 10,9 тысяч юридических лиц, 3,4 тысячи крестьянских и фермерских хозяйств. По последним данным, число занятых в малом и среднем предпринимательстве региона уменьшилось на 3,3% и составило больше 130 тысяч человек. Выпуск товаров и услуг субъектами МСБ снизился на 7,2% и составил 601,4 миллиарда тенге. При этом удельный вес области в производстве продукции по республике 2,8%. Ольга Шкрет, телекомпания «Ирбис». Бесплатных лекарств в рамках страховой медицины станет больше. Проект о расширении перечня рассматривают в Министерстве здравоохранения. Между тем, начались первые в этом году поставки в Павлодарскую область. Сколько препаратов закупили, расскажет Александра Петрова. Заявки на бесплатные лекарства для амбулаторных больных в регионе сформировали в августе 2020-го. Сегодня медики сообщили, на этот год приобретут 530 наименований препаратов более чем на 6 миллиардов тенге. Первая партия поступила в область 12 января. Завести раньше не позволяли морозы. На сегодняшний день где-то порядка 369 миллионов тенге уже поступили лекарства в нашу область. На сегодняшний день отгружены на 141 миллион препараты в городские поликлиники. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая наши психдиспансерные. В первую очередь завозят препараты по болезням легких, системы кровообращения, органов пищеварения, онкологии, туберкулезу и диабетам. Стараются обеспечить всех. Тем не менее поступают жалобы. Сейчас пошли звонки, обращения от наших жителей нашего региона по поводу того, что нужны необходимые определенные препараты. Но в каждом случае мы разбираемся точечно, индивидуально. С жалобами на лекарственное обеспечение можно обращаться напрямую к главному врачу области. Ватсап номер для сообщений 8705-447-5252. Тем временем в стационарах с прошлого года имеется месячный запас медикаментов. В этом планируют закупить на 10 миллиардов тенге. Сейчас заключают договора. Поставки начнутся в феврале. По графику. Александра Петрова, Артем Злобин, телекомпания «Ирбис». Женщины с ребенком едва не попали под колеса автомобиля, двигаясь по пешеходному переходу. Видео было опубликовано в социальных сетях и вызвало неоднозначную реакцию аудитории. Часть подписчиков винят находившегося за рулем, а вот другие доказывают, что это люди были слишком расслаблены. Давайте посмотрим обзор, который мы подготовили специально для вас. Спонсор новостей и соцсетей – чай с Алиха Голд. Отличный чай на любой вкус. Павлодар, наши дни. Женщина вместе с ребенком направляются по пешеходному переходу. И тут такое! Миллиметры буквально спасли их от страшной драмы, которая могла развернуться на этом перекрестке. Почти 30 тысяч просмотров, две сотни комментариев. И каждый из членов авторитетного диванного суда присяжных выносит свой вердикт. Она даже голову не повернула. Люди, вы о чем? Она идет по пешеходу, а одна машина остановилась. Куда он летит? Ее уже пропустили. Оба неправы. Водитель не пропустил, а пешеход не до конца убедился, что его пропускают. По данным социальных сетей, скорость на сельских дорогах 10 километров в час. На пути пробки в виде табуна бродячих лошадей. Забывших своих упитанных и недешевых животных, просьба обратить внимание на комментарии к посту. На мясо их угнать и пусть потом ищут, раз не смотрят. Недавно чуть не сбил лошадь в 7 утра возле Козылжар. Везде бесхозные. В любое время на трассе часто встречаются. Если бы пропали, то конечно хозяева найдутся. А если не дай Аллах катастрофа, то никого не найти. На официальном сайте телекомпании Ирбис, ирбис.тв и страницах в социальных сетях мы рассказали вам о непростой жизненной истории. Мама шестилетнего мальчика просит откликнуться неравнодушных повладарцев у Ильяса Сайдеева. Недоразвитие ушной раковины и отсутствие слухового прохода левого уха. Диагноз страшный, но недуг можно победить. Правда, для этого требуется поддержка добрых волшебников. Нас с вами. Все контакты и номер указаны в этой публикации. Не проходите мимо. Мама, чай. Ох уж это Салиха. И набегываюсь же я. Ммм, вкусный чай. Чай Салиха Голд. В каждой грануле вы почувствуете ароматный, насыщенный и мягкий вкус. Продукцию торговой марки Салиха Голд. Спрашивайте в магазинах города или обращайтесь по адресу. Город Павлодар, улица Истая, 136-1. Компания Байтирек Интертрейд. Телефоны 8776-512-5434-8747-253-4880. Нарушили правила благоустройства. 107 протоколов выписали бизнесменам и председателям обслуживающих организаций за мусор и снег на прилегающих территориях. Полицейские говорят, беспорядка стало меньше. Но не все понимают, что 5 метров это все-таки прилегающая территория, которую необходимо содержать в чистоте. Согласно правилам благоустройства, убирать прилегающие 5 метров обязаны не только КСК, но и предприниматели. Бизнесмены должны следить, чтобы рядом с их объектами не было мусора, а зимой не образовывались сугробы. Все равно должно быть КСК. Убирать должны. Конечно, кучи должны вывозить, да, все. Но у нас куч вроде бы нет. Вот только с этой стороны и все. Убирается у нас. С начала зимнего сезона полицейскими возбуждено 107 административных материалов по статье 505 Кодекса административных нарушений. В том числе в отношении владельцев коммерческих объектов. В целях выявления нарушений правил благоустройства, а также в связи с обильным снегопадом, значит, нами проводятся рейдовые мероприятия путем подворного обхода и обследования магазинов, торговых центров и иных коммерческих объектов. Для вывоза снега на полигон за Успенским мостом участники обязаны сами нанимать спецтехнику под запретом и налить. Полицейские предупреждают, рейды проводятся постоянно. Первый раз выписывают предупреждение, а при повторном нарушении штраф. Для физических лиц сумма взыскания 58 тысяч тенге. Для субъектов малого бизнеса 87 тысяч, среднего 116 тысяч и для крупного порядка 300 тысяч тенге. Азиза Исабайт, Мухаммед Эгужасири Кунагбаев, телекомпания «Ирбис». Автомобилисты недовольны состоянием дорог и просят водителей быть бдительнее за рулем. На перекрестках гололедица. А еще зрители «Ирбиса» беспокоят состояние теплотрасс. Все подробности прямо сейчас в мобильном приложении. Смотрим. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Двор Камзина, 18. Вот дерево. Как просили спилить, так и никто его не спилил. Скоро упадет кому-нибудь на голову. А здесь тоже борются. Говорят, в городе недогрев. Все вот эти ободрали. Все тепло. Вот оно. Вот оно. Все тепло. Улицу греем. Говорят, недогрев в городе. Люди замерзают в квартирах. Уважаемые тепловые сети. Вот здесь у вас идет изоляция труб. А вот здесь все бросили. Ничего не изолировано. А мы вот Камзина, 106 дом. Последние два подъезда. Сидим без тепла. Это где сбережение тепловой энергии у вас? Авария возле вокзала. Маршрутка вот с этой, с Аудюхой, с Бэхой. Бомбанулись. Соблюдайте ПДД. Сейчас скользко. Соблюдайте ПДД. Не попадайте в аварии. Перекресток Камзина-Кирова. На колея машины буксуют. Объехать не могут. Развернуться не могут. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Фантастическое, потрясающее и просто шикарное новое поступление в торговом доме «Мега» от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Яркие, функциональные и ультрамодные детские гарнитуры. Светлая древесная текстура зрительно сделает комнату просторнее, а яркие рисунки подарят вашему ребенку хорошее настроение. Современные и роскошные модели спален. Здесь они представлены на любой вкус. От нестареющей изящной классики до лаконичного модерна. Оригинальные и практичные кухонные гарнитуры с мега-скидкой от 30 до 40%. Спешите, количество ограничено. Завершит и украсит интерьер стильная и уютная мягкая мебель. Торговый дом «Мега» желает вам приятных покупок. Молодой художник из Акибастуза не записывает путевые заметки, а рисует их. Это новый популярный вид в мире творчества – скетчинг. В галерее областной библиотеки автор презентовал серию своих работ. Они из разных стран. Каких именно, знает Азамат Айтхалин. Наброски мира. Под таким названием презентовали работы молодого художника-архитектора Адильжана Муса. В выставке рисунки из Германии, Швейцарии, Испании, Англии, Америки и других стран, где побывал автор. Все работы выполнены с натуры. За многие годы у таланта Акибастуза накопился богатый материал. «Выставка «Скетчинг the world» собиралась с 2010 года. Это наброски, сделанные в момент путешествия, в момент, когда я учился в Европе, в Японии, в разных городах. И, в общем, собрал такую выставку, где вы можете увидеть разные точки мира. По выставке можно заметить, как менялся уровень мастерства Адильжана Муса, его взгляд на окружающий мир. Видны и эксперименты. По картинам вы можете увидеть, что формат блокнотов, он разный, скетчбуков, да? И даже цвет бумаги разный, потому что всегда охота экспериментировать по композиции. Но в целом, ну, маркеры, ручки, карандаш. Сейчас я занимаюсь стартапом «Муса Скетч». И в планах сделать вот, типа, такую арт, как сказать, арт-хаузную выставку. На сегодняшний день Адильжан Муса продолжает обучение в Японии. Со скетчбуками не расстается. Передает красоту архитектуры как мегаполисов, так и небольших городов. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Атарау продлил контракт с главным тренером. Арам Васканян продолжит работать в западно-казахстанском клубе. В минувшем сезоне под его руководством футболисты стали победителями первой лиги. Команда получила право выступать в элитном дивизионе. Артем, это все хорошо. Когда уже будут позитивные новости о повладарском футболе, а? Понятно, можешь не отвечать. Сразу дали еще больше новостей спорта. Дождитесь, не переключайте. Всем привет, меня зовут Артем Буланов. Это главный блог, влог, шоу, проект, программа, да как угодно о казахстанском хоккее «Головой облет». Ни один спорт в нашем регионе не освещается так, как хоккей. Все это для вас, дорогие зрители. «Головой облет» не имеет границ. Нас смотрят в разных городах страны. Потому что «Головой облет» — это настоящий эксклюзив и самые огненные гости. Такого вы нигде не увидите и не услышите. Залетайте на эфир в субботу в 22.00 и воскресенье в 11.00. Я просто поплопаю. Международная федерация хоккея лишила Минск права проведения чемпионата мира этого года. Высшие инстанции посчитали, что в Беларуси нарушаются права человека, и турнир может быть использован в качестве пропаганды. Также большие опасения вызывает и безопасность команд. А у болельщиков РТШ опасения вызывают шансы их любимого клуба на путевку в плей-офф. О первом принципиальном поединке против Тимиртау узнаем прямо сейчас. Тимиртау дважды обыграл РТШ Павлодаре, и поэтому ответные матчи для нашей команды были отличным поводом наказать зазнавшихся ребят с Караганды. Сами от себя не ожидая, желтые орлята взлетели на верхние позиции в казахстанском хоккей. Подстрелить их могли матерые снайперы Владимира Клинги, но их прицелы в этот день были явно сбиты. Сначала Жилов щелкнул на удачу и попал точно в угол ворот. Затем Каролинский на багаже индивидуального мастерства вновь оставил Ивана Положкова в расстроенных чувствах. Оказались не готовы к такой быстрой игре. Ну и потом, конечно, во втором периоде у нас было подряд три большинства. Мы обязаны были забивать. Ну, как говорится, не забиваешь ты, забивай тебе. Ну а потом соперник Тимиртау сыграл по счету и довел игру до победы. Третью победную шайбу забросил Михнин. На этом фартовый для Тимиртау и очень противоречивый для Иртыша матч был завершен. Но второй поединок все еще оставляет шанс подопечным Владимира Клинги на позитивное завершение турне Карагандинскую область. Алтай остается лидером женской национальной лиги. Житысу тем временем уже поднялся на вторую строчку в таблице. В Павлодаре продолжаются игры третьего тура чемпионата страны по волейболу. Завидную стабильность демонстрируют Житысу и Алтай. Команды выступают без поражений. Клуб из Усть-Комногорска одержал 17-ю, а волейболистки из Талдыкургана 13-ю победу. Команды главные соискатели на золотые медали чемпионата. А интригой каждого тура остается их личное противостояние. Ключевой поединок этого раунда состоится в четверг, а пока дружина из Семерича экзаменовала хозяек, к слову, второй раз за неделю. Ранее дружины сыграли пробущенный матч. Тогда Павлодарке уступили 0-3. На этот раз сенсации не произошло. Иртыш сопротивлялся ровно настолько, насколько хватает нашим волейболисткам сил. Основной козырь соперниц – опыт. С равными соперниками на нынешнем этапе, которые соперники у нас равны, мы не вырастим команду. То есть надо играть вот именно с таким соперником. Если будем сопротивляться сегодня, будем сегодня играть, конечно, на результат. Ну, что получится, то получится, но будем стараться. Счет первой партии – 12-25, второй – 9-25 и 15-25. Третий мастер-класс у Джетесу только в пользу. Павлодарок впереди два соперника, которые вполне им по силам. Перед нем отдых. Иртыш сыграет с клубом Ару Астана, а в четверг встретится со вторым составом Алтая. Сборная области по академической гребле готовится к первому после пандемии турниру в регламенте чемпионата Казахстана по общей физической подготовке. Из-за сложной эпид-ситуации сейчас делают коррективы, а планируют провести национальное первенство в Темиртау. Весь прошлый год наши гребцы, как и многие спортсмены, провели в тренировочном режиме. Единственный старт, на который успела съездить сборная области – зимний чемпионат страны. Тренерский состав, конечно, постарался. Мы сохранили всех практически детей. У нас нет оттока большого в связи с пандемией. И надеемся, что на зимнем чемпионате, все-таки надеемся, что мы на нем выступим, наши дети будут бороться за довольно высокие места и за призовые этажи, потому что есть сильные спортсмены. В межсезонье упорно оставники делают на развитие выносливости и скоростно-силовых качеств спортсменов. Тренируются гребцы на концертах и в бассейне, работают в тренажерном зале. Почти ежедневно они бегают в зимний кросс. А вот игровая подготовка из-за отсутствия зала для них остается проблемой. Она тоже предусмотрена. Естественно, мы развиваем скоростные качества через игры. Координацию, все, что нам... Вообще, гребцы это специфические такие спортсмены, разносторонние. Мы должны играть и бегать, и прыгать, и штанга, и плавание, и все-все-все. Если мы говорим о том, что 95% мышечной системы человека работает у гребца, то, естественно, мы работаем разносторонне. В прошлом году с зимнего чемпионата повладарцы привезли три медали. На предстоящем первенстве наград планируют завоевать больше. Кроме того, перед гребцами стоит еще одна задача. Выполнение спортивных разрядов. Известный в регионе грэплер Диас Ерингаипов примет участие в крупном республиканском турнире 29 января. Но на этот раз сразится он не в привычной борьбе, а по правилам смешанных единоборств. У нас же на сегодня все. Читайте и смотрите самые интересные новости на нашем сайте. Ирбис.тв.кз и страницах в социальных сетях. Завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией Ирбис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова